всем привет вы смотрите не молодого дядю нет вы смотрите лысенького красаву как вы меня в комментарии к прошлому видосу только не называли но в любом случае спасибо вам за вашу обратную связь и в конце этого видео как я обещал в начале всей этой серии выпусков мы с вами разберем темы которые в комментариях поднимали и еще это видео будет максимально сжатом я рассчитываю уложиться в 10 минут а во-вторых она будет полностью на социальные темы точнее выдающимся личностям в крипто и как они внезапно развернулись повернулись если честно в какой-то степени разочаровали самое главное что это значит поэтому никто не уходите мы переходим к самой сути и так фильм калина хобака мани электрик про сатоши накамото закончился а вот у питера тода который якобы сатоши накамото только начались об этом он сам сказал в интервью варит более того он опасается сейчас за безопасность своей жизни и это только начало истории и кстати если говорить про сам фильм то на amdb он имеет рейтинг шесть с половиной а вот народ он томатос в 62 процента что мягко говоря полный отстой да это не шлак но проблем в другом не знаю как тебя но меня очень удивила наивность и даже в некоторой степени инфантильность героев этого повествования когда тебе раз за разом повторяет один тот же вопрос прям подводя к тому что не или сатоши накамото не понять и не почувствовать к чему клонит автор очень странно а еще кандидат от калина хобака на роль сатоши накамото неудачно пошутил какой-то момент ответив да я сатоши накамото проведя параллель с фильмом про спартак где воины участвующие на стороне спартака называли себя спартаком для того чтобы защитить настоящего спартака естественно жертвой собой я не знаю что за этим стоит возможно это действительно просто неудачная шутка потому что если даже предположить что питер тот на самом деле сатоши накамото он бы не стал так рисковать просто даже идя на такие разговоры на такие записи и так что самое главное мы здесь можем с тобой какие выводы мы с тобой здесь можем сделать во первых полное разочарование фильма и низкий рейтинг калин хобак еще раз подтвердил что он полный засранец второе естественно никакого сатоши накамото мы не услышали и не увидели все остальные домыслы и манипуляции я уже обсуждал и разжевывал возвращаться не буду и в третьих реально какое-то прям неприятное послевкусие после этой всей истории и в четвертых реально жалко чувака и его еще коллег которые попали сейчас под ненужное никому внимание вот такая вот история грустная печальная но что есть движемся дальше и переходим к чарльзу хоскинсон который буквально на этой неделе меня реально разочаровал я бы даже сказал разозлил потому что вернемся на два месяца назад сначала он говорит о том что bitcoin без скрипта мира и крипто пространство несу не про существует то есть грубо говоря bitcoin только за счет этого и держится а вот крипто пространство без от биткоина замечательно вообще может быть звучит само по себе странно но вернемся теперь на текущую неделю чарльз хоскинсон сообщает о стратегическом партнерстве проекта кардана с bitcoin ос да это сайдчейн это layer 2 это фреймворк layer 2 это перспективный и очень интересный для 2 но суть то в другом не кажется ли тебе что эти два заявления на 180 градусов друг другу противоречат как можно говорить сначала одно и буквально спустя два месяца полностью противоположное и здесь для меня является прям вот эта вся ситуация таким красным флажком и вот почему во первых чарльз хоскинсон выдающийся разработчик не буду говорить про его историю бэгра он просто почитай посмотри это стоит того он реально крутой во вторых это идейный вдохновитель за которым идет целое сообщество огромный проект карда ну да это очень интересная история которая сейчас является пионером она является в авангарде внедрение методов управления децентрализованного распространена распределенного управления проектом этот гавернас который сейчас вот они там внедрили снова проектом дома с апгрейдом чанг тоже отдельная история об этом кстати говорил если интересно просто почитай посмотреть предыдущие выпуски дайджеста и он прекрасный оратор он умеет форме формулировать мысли и фразы таким образом что они не просто интересны к прослушиваю они прям как-то вдохновляют и главное что понятно что он говорит это это интересно и вдруг этот человек разворачивается на 180 градусов противореча своим идеалам своим позициям своим заявлениям это так легко и просто что в моей парадигме людей заслуживающих уважения он сильно пошатнулся и вывод наверное который хочу здесь до тебя донести не в том что вот как бы ну человек идеал который да там у меня там которым я какие-то там испытывал может быть положительные впечатления вдруг да то моих глазах полтания дело в другом все это очень банально как-то продажно и выглядит как даже не прикрытое нежелание позиционировать себя как вот какому-то какого-то идеалиста борца там за интересы там крипто сообщества и прочее а бойча обычной человеческой слабости печально видеть когда выдающиеся личности в крипто пространстве так легко и просто разворачиваться на 180 градусов за этими разворотами не показывая ничего кроме как своих шкурных интересов вот и к чему и здесь мы переходим к старшему родному брату чарльза хоскинсона который помимо экспертизы по перебыванию имеет замечательный опыт по торговле своей совестью встречайте бывший генеральный директор и председатель майкростратежи майкл сейлор который как на духу просто впаривает всем идею том что надо покупать много биткоина да бесспорно эта идея наверное хорошая но делать это так как делает майкростратежи на мой взгляд безумие но самое главное это огромная и огромная польза и прибыль самому майкл сейлор который уже зашел bitcoin и любые дополнительные покупки ему невероятно помогают для контекста во время выступления на bitcoin 2025 сейлер продавал идею того что готовая инструкция как сделать компанию подобную майкростратежи предоставляется им бесплатно для всех желающих нужно просто много очень много покупать биткоина и будет все замечательно но он конечно же лукавит майкростратежи очень удачно вошла в эту стратегию и являясь единственный на ранней стадии такой крупной компании которая закупает очень много биткоина сейчас будет иметь абсолютно все преимущества раннего входа финансовую пирамиду сразу скажу я не считаю bitcoin и другие крипто проекта финансовыми пирамидами но по своему наполнению средствами они очень похожи чем раньше туда вошел тем больше прибыли ты получишь и вообще считаю крипто это отдельной истории такой не связанный с заработком потому что так сложилось что большинство из участников крипто мира на этом пытаются заработать что в принципе наверное логично при такой огромной волатильности актива но сама по себе идея наверное крипто гораздо больше чем просто заработок и более того как в любой инвестиции это заработок всегда идет рука об руку нога об ногу с рисками потерять и очень много так вот я отвлекся суть в другом sailor предлагает идею заработать по сути что в корне идет в разрез моих взглядов с тем чем является крипто не буду сейчас это сильно разжевывать потому что надо вложиться в 10 минут но суть такая что эта идея завлекать всех в крипто на мой взгляд корыстно и малодушно и сейчас я тебе скажу что sailor пошел гораздо дальше чем просто выступать на bitcoin conference на 2025 и всем говорит что вот вам инструкция как быть успешными просто надо покупать очень много он предлагает microsoft залезть на всю котлету в крипто конкретно в bitcoin и делает это он предательский снайперский точно потому что именно сейчас в декабре этого года вот прям уже скоро microsoft на собрании своих акционеров будет поднимать тему связанную с тем что их инвестиции свободного кэша свободных денег в государственные облигации и другие корпоративные обязательства других компаний не выгодны и рисковы потому что рискованы потому что они не догоняют инфляцию а вот крипто потенциально инфляцию может даже обгонять и тут sailor пришел и говорит ребята посмотрите на меня заходите на всю котлету но не сволочь ли она хитрый какой ладно в любом случае какой здесь вывод вывод такой что нельзя слушать людей которые в своих сообщениях и как бы посланиях преследуют свои корыстные цели а sailor последнее время это делает все более и более бессовестно на мой взгляд но я не могу его судить это мое субъективное мнение и с этим мы идем дальше ну и что то что мы переходим от событий прошедших событием которые настолько ожидают вот что и начинаем этот блок с проекта phantom токен ftm возможно ты о нем слышал но с чего я начал говорить токен как токен входит в топ-100 а с того что в течение ближайших пару месяцев они собираются сделать ребрендинг тоже ерунда и запустить свой собственный блокчейн о чем они говорили довольно таки давно и сделать это в ближайшие пару месяцев то есть до конца года но и это еще не все я про него почитал и некоторые вещи мне удивили параметры такие как итоговая финализация гораздо быстрее чем даже у салона не знаю во что это выльется ни в коем случае не финансовый совет просто имей ввиду обрати на это внимание он сейчас себя показывает ну как бы вроде бы среднее что будет после того как они перейдут на новый блокчейн и реально его запустят как он себя проявит не знаю но потенциально в принципе может быть интересно и второй проектор хочу сказать пару слов до обещал к нему не возвращаться это xrp просто объясню почему потому что в комментариях я прочитал ripple куда он там вырастет никто не вырастет полная шляпа все ожидали он вообще никуда давай сейчас посмотрим на график постараюсь быстро чтобы из 10 минут все таки вылезти если но не сильно и так это дневка ripple к из детей здесь корона дам правильно правильно а здесь декабрь 20 это начинается дело сек против ripple монетку втоптали в землю безусловно еще бы целый регулятор с такими серьезными претензиями против компании но он потом берет на ходе дно и вырастает до каких-то тысячи процентов за три с небольшим месяца тысячу процентов то время монета была по капитализации вот ну если вот не соврать бы сейчас 3 или 4 после эфира она была там где-то прям совсем недалеко потом безжалостная медвежатина растоптала ее как и в принципе вообще все в этом рынке но она также нашла потом дно и с учетом того что до сих пор эмиссия и лишь 50 процентов а в комментариях написали что ну что такое миссии взять и выпустить можно больше нет нельзя это по протоколу по созданному протоколу просто так не получится надо всех просто заставить и перейти по хорошему община другой блокчейн забыв о старом нет это не вариант она нашла одно эта монетка и продолжает расти продолжала расти сейчас буковики но сейчас в принципе все в буковике это с учетом того что эмиссии еще на 50 процентах дело сек все равно не закрыто хоть она уже по крупнику к своим основным там как бы ориентиром близится и что еще да в принципе вот и все при этом проект занимается сейчас открытием одного за другим дочерних крупных проектов а финансы традиционные наверное никакой другой проект таком спросе не видит как ripple и ripple продолжает просто эти блин рубеж рубежи брать чуть не ругнулся вот так вот я здесь не вижу никакого падения я здесь не вижу конечно же иксов никаких но как я говорил в начале этого выпуска иксы и крипто они могут быть вместе это частая характеристика крипты но по своей сути серьезные большие крупные проекты после какого-то выхода там в плата в стабилизационный про как бы период с иксами все дальше и дальше поэтому если да ты ждешь отсюда иксов наверное вряд ли хотя конечно тоже все может быть никогда не говорит там не зарекайся вот ну я тоже считаю что здесь наверно вряд ли какие-то иксы там прямо нас ждут хотя делать все когда закончится я думаю что он все-таки еще подрастет не суть дело в другом дело в том что здесь какого-то краха падения и вообще алиса и завершение всей истории я абсолютно не вижу но важно понимать что иксы и крипто в этом вот вопросе и моей точки зрения нужно разделять вот поэтому если ты хочешь иксов и прочее иди на технический анализ лужи какие-то там экспертизы я здесь тебе ничего не могу сказать я могу просто сказать что xrp сам по себе проект на мой взгляд стоит на ногах крепко дело сейчас сек уйдет на паузу я о нем буду стараться меньше говорит ну что сам устал об этом говорить вот но о завершении каком там крахе падения здесь я даже не вижу никакого намека хорош проект реально крутые ребята то что они сейчас так бьются опять же как и наши участники начала этого выпуска конечно же за свои личные интересы прикрываясь каким-то максимально там доблестными понятиями и защитой крипто вселенной хотя по хорошему счету да они я думаю что в этом плане и сильно лукавит потому что отстаивая сейчас свои интересы они по хорошему счету отстаивать все равно будущее крипто это да но по крайней мере с точки зрения регулятора сек который я надеюсь свое будущее уже скоро очень все-таки найдет но посмотрим и последняя нотка этого выпуска до будущее которое нас ближайшее время ожидает это конечно выборы они наверное просто дадут всем выдохнуть наконец-то и увидеть то что все скорее всего так и пред предполагают будет да ничего просто закончатся выборы и все таки ну вот все выбор закончится как и с холдингом холдинг что закончился что после него да ничего да мы all time high сделали до него неожиданно а вот после него никак не вырастим что тоже на мой взгляд ожиданно потому что как я говорил всегда рынок идет против толпы когда толпа ждет в растябре какие-то результаты и тем более в q4 их нет также в прошлом цикле мы не видеть столько на этом у меня все я надеюсь тебе было интересно если так поставь лайк подпишись на канал потому что я знаю что многие просматривают без подписки не забывай про блабла крипты которые делает этот дайджест и переводы а еще много интересного контента и главное годного и увидимся с тобой через неделю пока